друзья привет быть дизайнером интерьера в наше время не самая спокойная работа новые технологии какие-то появляются каждый день клиенты начинают спрашивать о всяких штучках для умного дома вы не очень понимаете что интересного для вас может быть в том чтобы эти штучки применять в своих проектах меня зовут николай русанов я директор компании learn it across в этом видео я постараюсь рассказать о том что полезного может быть в технологиях умного дома для дизайнеров интерьера наша тема звучит вот таким вот образом что полезного для дизайнеров но на самом деле я хотел бы рассказать в нескольких словах сначала о том чем отличаются те системы которые продаются в магазинах и которые для дизайнеров полезными но ни в коем случае не окажутся и те системы которые являются встраиваемыми которые устанавливают специализированные инсталляционные компании которые у дизайнера могут быть в партнерах дальше мы поговорим о том в каких областях имеются преимущества применения новых технологий подобного рода для того чтобы не просто клиенту что-то предлагать а понимать что это точно окажется полезным дальше пару слов будет о возможностях которые скоро уже станут стандартом буквально несколько примеров я приведу потому что это видео предполагается что она будет коротким все остальное вы сможете узнать уже из остальной информации у нас на сайте или из наших курсов дальше о возможностях управления немножко поговорим и о том почему именно ларни тег сейчас мы считаем наиболее интересным с точки зрения партнерства брендом в области умного дома поехали существуют системы которые любой клиент может пойти купить в магазинах в общем то многие дизайнеры к этому так и подходит мы сделаем для вас дизайн объект вам сдадим вы начнете жить и идите пожалуйста устанавливайте все что захотите купите в таком-то и таком-то магазине все что угодно и там будет не знаю там сяоми какая-нибудь розеточка какая-нибудь бытовая техника и будет у вас тот умный дом который вы захотите но на самом деле существуют системы которые в магазинах не продаются встраиваемые системы предполагают что сертифицированная инсталляционная компания будет работать на объекте сделает проектную документацию которая предполагает что уже все им вся инфраструктура на объекте будет умный и она же эта компания в дальнейшем сделает монтаж и это же компания в дальнейшем все это дело настроит и потом будет обслуживать у этого подхода есть множество преимуществ и есть некоторые недостатки начну сразу с недостатков до недостатки они в первую очередь в том что такая система дороже чем та что продается в магазинах да но это в общем то логично потому что эти системы предлагают промышленный уровень надежности в отличие от магазинных систем которые предполагают что клиент с ними чаще всего поиграется ну и через пару месяцев максимум через пару лет может быть выкинет или заменит на что-нибудь новенькое интересненькое есть и преимущество преимущество здесь в том что такие системы встраиваемые системы предназначены для длительного использования до следующего ремонта они должны проработать и чаще всего без какого-нибудь специализированного дополнительного обслуживания а до следующего ремонта сколько у нас проходит ну иногда 7 лет иногда 10 лет а может и 15 лет да и на моей памяти уже есть системы которые проработали практически 20 лет после того как в первый раз я поучаствовал в их инсталляции и встраиваемые системы хороших брендов действительно работают очень долго и качественно дальше встраиваемые системы предполагают что клиент может быть и не знает даже об их существовании но пользуется их преимуществами то есть они на то и встраиваемые чтобы их не было видно да и в этом преимущество для дизайна интерьера в том что они не будут видны так сильно как магазинные системы которые все накладные да они будут торчать из розеток они будут где-нибудь проводами своими отсвечивать встраиваемые системы будут спрятаны они могут работать как системами безопасности так и системами развлечения управление освещением управление климатом и они будут не видны а клиент будет просто пользоваться их преимуществами вот собственно и основное отличие встраиваемых систем от магазинных есть еще некоторое количество отличий в частности эти системы не предназначены для того чтобы клиент их покупал в магазине или даже напрямую у производителя эти системы клиент покупает у специализированных организаций которые являются партнерами производителя до в каких областях сейчас уже точно совершенно ясны преимущества умных систем во первых это безопасность сами клиенты уже понимают что классические системы безопасности немного отжили свое и современные технологии практически без повышения стоимости предлагают дополнительные классные очень интересные штуки такие как уведомления при различных событиях такие как автоматику реагирования на различные какие-то проблемы да например протечка до утечка газа такие как видеонаблюдение домофония умная домофония когда вас нет дома например система может позвонить вам на телефон и вы можете пообщаться с человеком и выбрать открываете вы ему дверь или нет и множество других преимуществ дает умная безопасность система и если умная система установлена у заказчика то 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 оборудование которое работает например с освещением допустим датчики движения которые работают на освещение они же начинают работать в режиме безопасности когда клиента нет дома да ну и много других подобного рода моментов типа умных замков и так далее и тому подобное вторая часть преимуществ это конечно же комфорт комфорт появляется когда клиент не должен каждый раз разбираться что у него на стене что делает да а в обычной инсталляции когда нет никаких умных систем но клиент хотел бы пользоваться всеми современными возможностями у него будет множество различных панелей у него будет например там 710 кнопочек которые управляют светом по-разному да часть из них будет управлять rgb цветным освещением допустим да часть из них будет просто что-то включать выключать то есть каждый раз клиент будет иметь с этим сложности дальше климатом еще человек хочет управлять у него будет например пульт управления кондиционером у него будет какой-нибудь термостат для теплого пола у него будет еще один дополнительный термостат для обычного отопления дальше будет какая-то дополнительная панелька который управляет музыкой ну и так далее и так далее все это от разных производителей совершенно с разной логикой работает что-то русифицированное что-то нет у клиента будет ну не очень приятное ощущение от использования современных технологий но без современных умных систем поэтому повышение комфорта как с точки зрения проживания в квартире или в доме в котором все происходит автоматически например автоматически поддерживается температура он совершенно точно уверен в том что нет там в определенных опасных каких-то местах протечек утечек газа ну и другие подобного же рода вещи они дают комфорт и удовольствие от проживания клиенту дальше эстетика эстетика это то что имеет отношение как к тому что устройств будет немного и они будут работать в режимах удобных для клиента сценариев также и то что будет меньше проводов меньше каких-то элементов не встроенных который клиент который клиенту каким-то образом будут мешать в системах которые проектируются сразу же как умные системы обычно не видно ничего лишнего и в этом плане эстетика гораздо выше еще один важный фактор это здоровье здоровье сейчас если об этом подумать заранее на здоровье очень сильно влияют различные факторы с которыми работает автоматика системы умного дома это детекция например уровня co2 и включение вентиляция автоматическая для того чтобы у клиента неизвестно откуда не появлялись головные боли да и неприятные такие ощущения утром например да после пробуждения это детекция уровня влажности да и поддержка комфортного уровня влажности это правильные оттенки освещения которые работают с циркадными ритмами нашего организма до которые влияют на весь гормональный фон и множество других моментов которые влияют на здоровье умные системы могут быть спроектированы таким образом чтобы здоровье было на первом плане теперь о некоторых возможностях примеры буквально некоторых возможностей которые в скором будущем станут стандартом а на объектах на которых применяются уже умные встраиваемые системы уже являются стандартом какое-то время конечно кроме этих примеров есть еще несколько десятков но это такие самые часто используем во-первых контроль аварий и протечек да то в чем человек должен быть уверен что это не произошло например в системах ларный так мы не только контролируем протечки но мы еще и контролируем целостность подключение к датчикам да и если например с датчиком что-нибудь произошло а такое бывает но не знаю кто-нибудь что-нибудь задел или кто-нибудь что-нибудь неприятное там установил да и датчик не знаю там провод порвался к этому датчику или сам датчик например повредился в течение 10 секунд сразу же уведомление придет клиенту и обслуживающей компании о том что что-то не так с сенсором который контролирует определенную аварию это важный момент для того чтобы клиент чувствовал себя спокойно у себя дома следующий момент умный замок и домофон это те вещи которые уже очень быстро становятся стандартом ну домофон понятное дело мы все привыкли к нему в многоквартирных домах но в частных домах до сих пор это не совсем стандарт тем более умный домофон который может во-первых удаленно куда-то позвонить да во-вторых может впустить по определенной карте или используя nfc телефона и в-третьих которые работают как камера видеонаблюдения причем записью да поэтому если кто-то незнакомый там подходил к вашему дому что-то делал даже без дополнительных камер наблюдения через домофон вы можете включить облачную систему записи и посмотреть что происходило если что-нибудь неправильное случилось умный замок это тоже сейчас актуальная очень штука потому что во первых многие сдают свои дома и квартиры да и нужно иметь возможность открытия этих замков для гостей оставлять где-нибудь ключ под ковриком или где-нибудь в почтовом ящике это уже такой ну не совсем стандартный вариант а хотелось бы иметь какой-то более технологичный вариант да и умный замок позволяет эти вопросы решить также крик курьеры приходят довольно часто когда никого нет дома и можно открыть дверь они оставят там где например камера наблюдения видит что они конкретно делают то что они привезли да и спокойно закроют дверь за собой умный режим охрана это режим охраны еще раз я повторюсь которые используют те устройства которые работают на управление в доме например на управление освещением когда вы открываете дверь в ванную автоматически включают вам свет или когда вы проходите в коридоре ночью включат подсветку неяркую до чтобы вас не слепить а когда вы проходите в коридоре днем они включат обычную подсветку когда вы когда вас нет дома вы устанавливаете режим охраны все выключается чтобы не тратить лишнюю энергию или входит в режим экономии а датчики которые работали на освещение начинают работать на безопасность и если какое-то движение происходит доме как пока вас дома нет то вы получите об этом уведомление и сразу же можете получить например кусочек видео не знаю там от того что происходит перед домом или в прихожей длительностью 10 секунд до который видео которое было снято в тот момент когда сработал датчик такие вещи очень легко реализуются на встраиваемых системах умный дом ларни так климат-контроль это то что сейчас очень актуально для клиентов в россии отопление кондиционирование дополнительная система вентиляции теплый пол это используется очень очень широко и чаще всего нужно управлять всем этим делом вручную система которая позволит автоматом это все дело включать выключать устанавливать режим экономии а клиент просто выставить ту температуру которую он хочет например днем когда все дома днем когда никого нет дома и ночью до разные режимы это все будет работать автоматически и от клиента не потребует никакого внимания управление освещением но то что считалось причудой богатых длительное время сейчас это более или менее стандарт уже во всех встраиваемых системах автоматики как ну конечно можно купить умную лампочку где-нибудь в магазине но нормальная система которая будет допустим менять оттенок освещения да таким образом чтобы он как смартфон да сейчас он становится немножко более теплого оттенка вечером для того чтобы не влиять отрицательным образом на гормональный фон через циркадные ритмы точно то же самое может происходить и с освещением в доме в квартире точно также автоматическое освещение сценарии освещения различные атмосферы в помещениях которые включил клиент включает нажатием там на две-три клавиши при входе все это как только клиент попробует в следующем доме обязательно захочет если это правильно было реализовано у него например в загородном доме и он покупает новую квартиру он уже не используя такие системы чувствует себя неудобно ему чего-то не хватает он заходит например в ванную да и свет не включился он первую секунду не понимает что произошло сломалось что ли что-то потом уже понимает что надо выйти и включить свет то есть это как бы немножко неприятно для людей которые уже пожили в правильном удобном с точки зрения освещения доме поэтому конечно с учетом сильного понижения стоимости такого рода систем за последние годы и повышение качества и удобства использования такие системы становятся стандарт теперь об устройствах управления потому что часто клиент спрашивает а как я смогу этим всем делом управлять наверное я запутаюсь у меня там наверное на смартфоне должно быть какое-то супер сложное приложение с логинами паролями которая слетит но опасаются люди такого рода вещей поэтому пару слов буквально о том как этим всем делом удобно сейчас управлять ну во первых обычные клавиши которые никак не отличаются от тех что клиент использовал бы обычно если нет никакой умной системы и в доме у клиента живет живут родственники да они понимают то есть зайдя в какое-нибудь помещение они нажимают там на клавиши выключать или у них включается свет точно так же будет работать умная система точно так же будут работать клавиши как и раньше но мы можем сделать например вместо большого количества клавиш какие-нибудь какое-нибудь уменьшенное количество клавиш но клавиши делают более сложные вещи то есть например днем они включают правильный дневной режим да а какая-нибудь кнопочка рядом она включает режим не знаю, там, романтики, да, или просмотра кино, о которой может знать только, ну, может быть, владелец, да, или хозяева. Управление голосом, конечно, это сейчас стандарт. Алиса, Siri, Google, Amazon, дай бог, будет русский язык поддерживать через какое-то время, Echo и Alexa. Алиса, голосом сразу все четыре основных голосовых помощника поддерживаются Larnetec и нашими встраиваемыми системами умный дом. То есть все функции, они клиенту будут доступны. Сюда же относится и приложение Home, которое на айфонах у клиентов очень часто не задействовано, и клиент спрашивает, а почему это я вот нажимаю на дом, да, а у меня же вы говорите умный дом, почему вот я здесь всего не вижу. Клиент все увидит именно в приложении дом. Но у нас есть еще и свое собственное приложение, в котором есть некоторые дополнительные возможности, которых не хватает в приложении дом, а в нашем приложении они есть. Также, конечно, наше приложение есть еще и для iOS и для Android, а также для Windows. Некоторые любители у себя на ноутбуке установить приложение, которое будет управлять домом, и даже для macOS. Ну и просто автоматика. Системой можно управлять таким образом, чтобы человек об этом совсем не думал. В идеале, конечно, человек приходит домой, совершенно ничего не делает. Где нужно включается свет, где нужно открываются шторы, где нужно устанавливается определенный климат, и где нужно включается та музыка, которую клиент любит, да, фоновая, например, какая-то. Ну, в идеале это выглядит так. На самом деле, далеко не всегда удается так реализовать систему, потому что клиент не всегда понимает, что ему нужно. Кроме клиента еще живут несколько человек. Но довольно большое количество автоматики уже является стандартом и может быть использовано. Даже рекомендуется, чтобы обязательно было использовано. Теперь сразу несколько преимуществ, которые есть у нас, и почему именно Larnetec. Много очень на рынке производителей. Но Larnetec, во-первых, это высококачественное оборудование, которое производится в Германии. Это мировой производитель, который в различных странах установлен на многих тысячах объектах. И обратная связь с этих тысяч объектов у него есть. Поэтому это оборудование предполагает уже, что те проблемы, которые в новых системах еще долго не будут решены, у Larnetec уже какое-то время как решены. Есть все возможности, которые заказчик ждет в 2021 году. Это и управление голосом, и климатическое управление, да, и интеграция с бытовой техникой, например, о которой я не говорил, но которая тоже важна для многих клиентов. Дальше у нас есть партнерская программа для дизайнеров и архитекторов, в которой вы можете поучаствовать. Ну, подробнее о ней мы расскажем, если вы с нами свяжетесь. Ну и у нас есть сеть проверенных инсталляторов по всей стране, которые могут выполнять ваши объекты. Правило здесь такое. Дизайнер отвечает за то, что видно, инсталлятор отвечает за то, что не видно. То есть за сети, коммуникации, электрику, компьютерные сети, да, сети безопасности и другие подобного же рода штуки. У нас множество партнеров, которые уже имеют реализованные проекты. То есть до того, как начать с ними работать, вы можете посмотреть на то, как они оформляют документацию, какие объекты они реализовали раньше, сколько примерно стоят их услуги и так далее и тому подобное. Иметь хорошего партнера в своем регионе – это очень большое преимущество для любого дизайнера сейчас. Хорошего партнера в области умных систем вдвойне приятно. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. Если у вас будут какие-то вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Очень ждем ваших заявок. И смотрите курсы дополнительные, которые есть на нашем сайте. Я думаю, что на ваши вопросы они ответят. Спасибо за просмотр. Пока.